Русский язык и литература в средней школе только по выбору. В обязательной программе 10, 11, 12 класса такому предмету нет места. Это предусматривает новая модель содержания образования, которая заработает с 2020 года. Причем число часов по этому предмету, даже если его выберут школы или ученик по сравнению с тем, что есть сейчас, может упасть вдвое. Сергей Герасимов расскажет подробнее. Согласно новой модели содержания образования, все предметы в средней школе будут поделены на три группы. Основные, обязательные для всех, углубленные, из них каждый ученик выберет себе три. И, наконец, специализированные предметы, то есть необязательные. В некоторых случаях их можно будет не выбирать вовсе, если учебная программа и так насыщенная. И окончить среднюю школу можно будет и без них. Это, к примеру, философия, религия, политика и право, астрономия, а также язык нацменьшинств и литература. Проще говоря, с 2020 учебного года русский язык и литература в 10, 11 и 12 классе чуть больше, чем факультатив. Но только чуть. Возможно ситуация, когда ребенок нацменьшится, например, в школе вообще не изучает русский язык, по идее. И такая ситуация возможна, да. Мы полностью предлагаем совершенно другой вид на среднюю школу. Мы также можем говорить и о том, что теперь, возможно, часть детей математику будут знать на углубленном уровне. В Центре содержания образования говорят, все зависит от выбора. Будет спрос на русский язык со стороны учеников, должно быть и предложение со стороны школы. Школа, значит, видит, что у них, как вы сказали, физически много таких детей, которых, безусловно, интересует своя культура и язык. И школа предлагает этот специализированный курс. С минимальным количеством часов, я еще раз подчеркну, с минимальным количеством часов 210. Если мы посмотрим, сколько до этого было русского языка, ну, например, в нашей школе, то это было 420 часов за три года русского языка. А фактически это в два раза больше. Новую модель содержания образования изучила директор 34-й средней школы Наталья Рогалева. Она сомневается, что после выбора всех обязательных предметов у школы останется достаточно свободных часов и еще на несколько предметов по выбору. Видимо, будут такие школы, которые предпочтут изучение, например, основ предпринимательской деятельности, вместо того, чтобы изучать русский язык. Или, например, коллективное музицирование. Появление целых школ, более ориентированных, например, на точные науки, нежели на языки, допускают и в Центре содержания образования. Но есть и другой пример — Рижская классическая гимназия. В расписании уроков с 10 по 12 класс русского языка и литературы здесь уже нет. Мы же понимаем, что не от количества контактных уроков зависит, прочтет ученик «Войну и мир» или не прочтет, и когда он ее прочтет. Важно, чтобы у нас были возможности заинтересовать и этот навык читательский привить. А это, как говорят в гимназии, задача семьи, дошкольного и школьного образования с 1 по 9 класс. В этот период родной язык и литература, кстати, остаются обязательным предметом. Кроме того, в классической гимназии большой упор ставят на внеклассные литературные мероприятия и научные работы. Надо быть абсолютными реалистами. Они не будут читать все. Если я что-то говорю, по глазам вы всегда чувствуете, кто формально вас воспринимает, да, а кому это интересно. Я давно считаю, что если из 35 заинтересованных пар глаз, то я свою функцию выполняю. Те же, кому в 10 классе русская литература неинтересна, выберут другой предмет. И пока одни будут читать «Войну и мир», другие освоят другие предметы. Например, третий иностранный язык. Тем более, что на него отведено 315, а не 210 часов, как на русские литературы. Добавлю новую модель образования, еще должно утвердить правительство. Сергей Герасимов, Кришьяни, Слейд, из Латвийской телевидения.